Микс Ньюз Радио Болтком по пятницам после шести вечера И снова здравствуйте В студии Радио Болтком Лена Лукьянова Кюля Писпонин Сегодня мы говорим о том, куда дует ветер Не просто ветер, где дует модный ветер Прошла только штырижская неделя моды Говорим мы сегодня с Симоной Шульман Имидж-дизайнер, лектор, обозреватель моды Автор публикации о стиле моде и шопинге В журналах Люфисель Балтикс Люблю, люблю лайф Я думаю, еще можно долго продолжать Ваши регалии и эпитеты Но тем не менее, мы дико счастливы, что к нам пришли Спасибо большое Спасибо, здравствуйте Стильная, улыбающаяся женщина Спасибо, очень приятно Телефон прямого эфира 672-12939, 672-13939 Нравится ли вам современная мода? Что такое вообще для вас современная мода? Вот я, например, не очень хорошо понимаю, что это То есть, когда я была помладше, так скажем Вот, всегда были какие-то, вдруг появлялись ультраважно иметь, там, я не знаю, ну, условные штаны с большими накладными карманами Например Сейчас ультраважно иметь кроссовки на толщенной подошве, грубые, страшные, неудобные Очень удобные, кстати Кстати, да Кстати, очень удобные Они, кстати, удобные, настолько же страшные, настолько удобные Вот, и опять же, страшные у всех разные Да, вот Ну, очень неженственные Опять же, там, да, я, например, тот самый человек, который, там, когда первый раз в жизни увидел эти штаны с большими накладными карманами Сказал, фу, я такое, фу, какая гадость Через год я уже их носила Вот, то же самое, кстати, бывает очень часто с другими какими-то модными тенденциями Я помню, например, как я однажды приехала, тогда жила в Праге, приехала в Москву набирать, там, какое-то количество интервью И у меня, у меня тогда был период, когда я носила только мужские костюмы И с этим мужским костюмом, условным, там, черного цвета Я носила красные кроссовки Такие лакированные, ярко-красные кроссовки И когда я шла по Москве, там, это был 96-й год, например Вот, на меня показывали пальцем и смеялись И говорили, боже, что это, какой кошмар Вот через, там, год весь мир начал носить красную обувь Очень многие южные народы носят до сих пор Чичваркин носят до сих пор Да, кстати, Женик всегда очень красивые, интересные ботинки всякого ярко-красного цвета, например Вот, то есть иногда то, что нам кажется сначала прям ugly, ужасное, совершенно неприемлемое для нашего восприятия Потом, видимо, примелькавшись, становится, в общем, даже красивым И как будто бы модным, да, и мы с этим начинаем соглашаться То есть каждый раз это всегда оказывается очень сильное влияние на массы То есть понять, что сначала идет там вот кутюр, да, потом идет там прет-порте, потом масс-маркет И все, и все уже ходят в красных ботинках условных Ну, наверное, знакома есть такая теория просачивания Там считалось еще в 19 веке экономисты решили, что как зарождается мода Что она зарождается наверху для элиты, для аристократов И потом потихонечку спускается вниз, просачивается таким образом И ее подхватывает уже все больше и больше народа И в какой-то момент она уже перестает быть модной Да, то есть вот то, что на нас как раз и оказывает влияние То есть сначала это шок, неприязнь, чтобы я такое, да никогда Потом мы видим, что все больше и больше людей в этом появляются Если мы видим, что магазины-имитаторы подхватывают эту тему и начинают ее тиражировать Значит, уже не все так страшно, если это продается в таких массовых магазинах Значит, это можно и не заносить Да, значит, один из самых успешных кейсов – это Zara, да? Ну, например, да, и прочие, естественно Которые тут же подхватывают, и там найти 10 отличий крайне тяжело То есть там практически один в один идет все то же самое, что показывается на подиумах То есть эта теория просачивания, она в принципе работает, но сейчас с гораздо большей скоростью Потому что времени для того, чтобы скопировать то, что появилось на подиуме, нужно намного меньше Да, то есть это появляется все сразу в магазинах То есть говоря о современной моде, тут тоже, наверное, стоит внести какие-то коррективы А какая она? Ее каждый может описать по-разному Вот, Лена, как вы опишите современную моду? Я-то как раз считаю, что очень сильно изменился мир за последние 20 лет, ну, 20-25 лет, да? Если раньше там все носили кринолин, так все кринолин Если потом брюки-клёш, так все брюки-клёш Если супер-мини, так супер-мини Или брюки-дудочки, так все брюки-дудочки И последние 25 лет мода пошла в совершенно другую сторону Я-то как юрист сравниваю это с правами человека Что мода стала такая, что носи все, что хочешь Абсолютно верно Хочешь длинное, хочешь короткое, хочешь широкие штаны, хочешь узкие И модельерам и всем стало удобно Они тоже творят все, что угодно в гораздо более широких рамках Честно, вот нутром, если бы знаете, что такое нутро и что такое чуете Я чувствую, что тут что-то есть от демократии От понятия свободы Это первое, куда идет современная мода Но меня, опять же, как человек, который занимается обществом, государством Взаимоотношениями их, еще очень интересует А вот в какие ткани мы идем? А в какие цвета мы идем? Как это связано с философией свободы? Как это связано с зеленым, допустим, движением? Как это связано вообще с сбережением планеты? Как это связано с развитием знаний? Ну, вот такие у меня странные ассоциации Куда дует модный ветер? Вернее, откуда он дует? А можно я поспорю с твоим первым тезисом? Спорь, спорь, спорь Потому что, например, мне совершенно не кажется, что дизайнеры Именно от кутюры высокой моды, которые всегда задавали направление тенденциям Стали более свободны Мне кажется, что они вообще в какой-то растерянности и стагнации Потому что, если раньше, там, да, ну, там, не знаю, в 90-х Это каждый раз, каждый сезон был какой-то новый взрыв Там, не знаю, какой-нибудь Пакарабан Там, да, ну, я сейчас не буду вспоминать все эти имена Но они действительно... То есть это действительно привлекало всеобщее внимание Это было действительно дико интересно Потому что это было что-то кардинально новое Вот, как там, я не знаю, там, маленькое черное платье, как у Шанель То есть совершенно раньше такого не было И вот теперь вот И за этим уже шел там масс-маркет Сейчас я не вижу... Ну, я, конечно, не очень сильно слежу за модой Но все равно я же вижу, как это отражается потом в масс-маркете И оно никак не отражается, там ничего нет То есть уже несколько лет, когда ты заходишь в условные, там, большие магазины Понятно, мы же, например, не ходим покупать каждый день, там, в Эскаду, в Баленсиагу, не знаю, и Луи Виттон Виттон Ты идешь в Эйчем, Зару, там, или что-то такое подобное Это же всегда отражение каких-то больших подиумов И вы не видите особой разницы, не наблюдаете на протяжении лет? Нет, я не вижу никакой разницы Оно какое-то все стало... Она есть Расскажите, пожалуйста Вот, вот расскажите, потому что, может быть, у меня глаз замылился Может, мне так все просто... Просто, может быть, это уже несколько лет настолько не мое Мне не могут предложить ничего моего Вот скорее всего, мне кажется Что поэтому ничего не хочется покупать Я прихожу в магазин, мне хочется какую-то шмотку новую Ну, я же девочка, я хочу платиться иногда А там нет ничего вообще То есть я вам много лет... Там сейчас много платят, перестаньте Там достаточно много платят Нет, они есть, просто они мне не нравятся Расскажите Ну вот, не нравится, это как ключевое слово Просто оно не нравится вам Я соглашусь с вами обеими По многим пунктам Я согласна с Леной, что действительно то, что происходит сейчас Мы наблюдаем демократизацию моды Сейчас нет четкого диктата И нам, с одной стороны, это и хорошо, и плохо То есть хорошо в том плане, что мы действительно можем быть собой Мы можем одеваться так, как нам нравится Мы можем из всего этого модного многообразия найти что-то для себя Что-то, что будет отражать наш внутренний мир Подходить нам по стилю, по взгляду В конце концов и по фасонам Плохо это для тех, кто не умеет находить себя вот в этом модном многообразии Кому было бы легче, если бы был диктат Ну так же, как если мы бы, допустим, сказали Да, вот оно Так же, как и в обществе Есть люди, которым легче, когда есть сильная рука Или я сам по себе Я сам по себе, я маленький человек, винтик во всем этом большом процессе Ох, как интересно А мода с обществом, она взаимосвязана Тем модой интересно, что она является зеркалом всех происходящих в мире событий Откуда появилась уродливая мода? Вот то, чему мы ужасались пару сезонов назад Но больше, правда, да? Когда мы увидели эти огромные какие-то многослойные ватники Под ними были какие-то тренировочные штаны И под ними туфли-лодочки То есть это был такой вот образ А-ля секонд-хенд Или вот выйдите к нам на центральный вокзал И увидите примерно все то же самое, что царило на мировых подиумах Откуда это все взялось? Почему мир захлестнула, волна вот этой уродливой моды? Это же тоже очень объяснимо Это связано и с волной беженцев, которые прибывают в Европу И с общими тенденциями, которые происходят в обществе И то, что действительно в мире стало очень много малоимущих людей И перестало быть модным одеваться роскошно Это ушло уже Сейчас-то опять чуть-чуть возвращается Потому что мода это все-таки качели Когда нам дают долгое время есть селедку Нам после нее хочется чего-то сладкого Икры После селедки икры Черной Я не знаю, я не ем селедку Это плохой пример Но в любом случае, да, эти качели И вот сейчас мы видим, что вот вернулись цитаты из 80-х Да, мы наблюдаем эти забавные такие вот интерпретации стиля 80-х Эти широкие плечи, блестящие крупные украшения Большие пиджаки, да Большие пиджаки А мне нравятся И мне нравятся Ну, опять же, это классно Это можно вспомнить как-то А я ненавидела моду 80-х Вот вообще ужасная была просто Давайте послушаем У нас тут разрывается телефон Алло, здравствуйте Добрый вечер Ну, вы знаете, вот ко всему сказанному вам Я еще вот что обратила внимание Что, во-первых, надо уметь носить вещи И соображать, что тебе идет Нет, чтобы не выглядеть смешной дурой Я вот как-то недавно видела женщину Высокая женщина, порода видна очень У нее была такая коротенькая меховая курточка Довольно симпатичная И на ней были джинсы с дырками Но вы знаете, она так себя держала И так выглядела, что это не было ни смешно, ни противно Спасибо Спасибо большое Я, кстати, не соглашусь Вот мне, например, нравится, когда выглядит смешно Интересно, ярко Тогда вот выходишь в Берлине Выходишь в Лондоне на улицу И у тебя просто глаз радуется от того Что ты видишь, какие люди ходят То есть они могут быть Да, может быть Вот, ну, окей, кто-то скажет Да куда же ты на свою жирную жопу такое напялила А другой скажет Вау, ничего себе, это секси Это красиво, это идеально А человеку на самом деле абсолютно наплевать А человеку должно быть просто фан Ему должно быть комфортно Это и отличает та смелость, которую мы наблюдаем Вот на улицах Лондона, там, не знаю, или Парижа Я тоже получаю огромнейшее удовольствие Особенно, когда я приезжаю на неделю моды в Лондоне Я вижу людей, которые одеваются и идут туда Боже, это просто наслаждение Посмотреть, насколько они смелы Насколько они не боятся Насколько им абсолютно без разницы, кто что про них скажет Или подумает Здесь мы, конечно, более подвержены Но это же как раз элемент свободы И элемент А есть ли это еще и некое наследие Всеми нами пережитого советского прошлого Потому что, ну как бы О, вырядилось Или там каждый раз, когда стоит Безусловно, конечно Стоит тебе чуть-чуть понаряднее одеться Обязательно кто-нибудь укажет Так, что такое? Куда? Почему? То есть, а почему нельзя так просто? Вот, ну, просто, захотелось? Нет, это нельзя Нужно вот обязательно, чтобы вот по поводу И даже если по поводу То лучше, чтобы еще никто не видел Чтобы не указал пальчик Ну, здесь, да Здесь у нас все-таки в Латвии Люди менее свободны И все-таки подвержены общественному мнению И думают о том, кто что про них скажет Как посмотрят Потому что в Лондоне никто не посмотрит Может быть, посмотрят, наоборот, скажут Класс, молодцы И очень часто говорят И очень часто говорят, да А если и не скажут То человек не будет смотреть У нас было Все ли, все ли хорошо Оглянемся не обождаем Надо освобождаться Надо освобождаться Самое большое количество О чем бы вы ни говорили Да, да, да Самое большое количество комплиментов В Лондоне я собрала, когда надела белую пачку Балетную Ой, я видела, очень красиво Это все То есть, просто все улицы были мои Что называется, штабелями складывались Вот, но при этом, при всем Опять же, давайте вернемся все-таки К модному ветру Вот вы говорите, что сейчас возвращаются 80-е Да, условные То есть у нас же все время, получается, мода идет по какому-то бесконечной спирали То есть у нас там то 30-е, то 40-е, то 50-е, то 90-е и так далее Вот, ничего такого прорывного, кардинально не происходит Абсолютно верно Не происходит И мы вот все ждем А почему? А вот ждем какого-то прорыва Потому что, в принципе, вот, если посмотреть, изобретено уже все Уже все друг у друга позаимствовали все, что можно позаимствовать И женщины у мужчин, и мужчины у женщин Ну, может быть, мужчины поменьше заимствовали Сейчас как раз, может быть, следующий шаг Это полное заимствование мужчинами женского гардероба Может быть, и увидим На Оскаре какой красавец был артист в юбке Да, сейчас вспомнили Билли Портер, по-моему Не помню, как его зовут Да, прекрасно В общем, действительно, очень красиво смотрится Очень красиво смотрится И при этом комменты в Фейсбуке под этими фотографиями были просто ужасающими Никогда не читайте комментарии Ужас, 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 да Никогда не читайте за обеду советских газет Это вот в той же серии При том, что тех же самых шотландцев в юбке, в Килсе, да, никто уже вроде бы не шеймит Все как-то немножко попривыкли Ну, все новое, оно всегда шокирует Мы буквально только что об этом говорили Сначала это вызывает недоумение Это вызывает, как это невозможно Это пощечина, этого никогда не будет Проходит чуть-чуть времени Мы начинаем уже с этой мыслью как-то жить, переваривать ее И потом мы просто уже ее принимаем Так что все возможно вполне А вот еще я хотела остановиться на одном моменте Вы рассказали про просачивание, да, теорию просачивания И сказали, что она обычно идет сверху вниз, да То есть на данный момент мы наблюдаем обратную тенденцию Что идет она снизу вверх, да Если мы берем... Если мода от кутюр появляется, глядя на беженцев Да, простите, даже Куко Жанель в тельняшке тоже свои взяла от матросиков А не от вельможных господ Это все абсолютно верно Потому что раньше действительно, когда мода создавалась исключительно для аристократии И заказывать модный гардероб Могли исключительно дамы-аристократки У других просто не было на это никаких возможностей То тогда она просачивалась Начинали просто копировать, шить там где-то своими силами и прочее Сейчас, как вы справедливо заметили Это действительно на моду влияет и улица в том числе И все, что происходит на улице И все, что происходит в мире И не случайно именно сейчас, в наше время, появились такие агентства Которые занимаются прогнозированием трендов Которые изучают то, что происходит в мире И дают прогноз на то, какие будут в моде оттенки, силуэты и вообще настроение А это тайные прогнозы? Или они известны только узкому кругу дизайнеров? Или это по индустрии распространенные? Они распространенные по индустрии Именно этим и объясняют, что когда мы смотрим какие-то модные показы Мы видим общую тенденцию всех дизайнеров Ну как еще это можно объяснить? Что они собрались там где-то ночью и решили А давайте сейчас вот на подиуме... Будет клетка, да? Или давайте будут широкие штаны и золотые цепи, как у рэперов Естественно, конечно же, они все обращаются к услугам этих агентств Потому что за этим стоит не просто пальцем в небо За этим стоит серьезная исследовательская работа, анализ Ну ведь получается таким образом, что на эти серьезные исследовательские агентства Можно очень легко влиять Каким образом? Ну смотрите, вот, например, у меня вдруг образовался Ну у меня как у какого-то некого условного производителя шелка Фиолетового цвета Вдруг образовалось миллион тонн этого шелка фиолетового цвета Я немножко захожу к этим исследователям Говорю, ребят, слушайте, а как вы думаете Почему бы, например, следующей тенденцией модной не быть Я допускаю, что это совершенно возможно И все, на следующей неделе модная Так работает модная индустрия, разумеется То есть это все понятно, что это помимо тех настроений Которые агентства предугадывают, чтобы понять, что именно нам будет нравиться Что мы готовы увидеть, что нас не сильно шокирует И что мы действительно будем носить, что окажется успешным Помимо этого, ну я подозреваю, всякие, конечно, теории заговоров Типунтия на язык в фиолетовом шелком Мне страшно не идет фиолетовый цвет Я просто в нем сразу умирю Ну давайте сразу оговоримся У меня нет миллиона тонн шелка фиолетового цвета Вдруг мы завтра придем в магазин, а там все фиолетовое и шелковое Нет, причем это уже было Я помню, что был момент, когда все было фиолетовое И меня тоже воротило просто из магазинов из этих Был такой момент Вот, а потом вдруг все, вот сейчас, например, в этот раз Понятно, что это уже там тенденции прошлого сезона Когда это уже появляется на стендах в магазине Но оно все такое блеклое, все такое скучное Это латвия Александр, вот я слушаю вас И думаю, что сегодняшняя мода Это веяние толерантности, мне кажется И на ум мне приходят слова Грибоедова Бессмертной комедии «Горе от ума» Ах, Франция, нет лучше края Твердили две книжны Уроки детства вспоминая Вот и вы тоже про Францию, про Англию Спасибо Ой, спасибо большое, на самом деле Я только хотела сказать слово «толерантность» И скажешь его буквально через пару минут Да, обязательно Продолжаем Напомню вам, телефон напрямого эфира 672-12-939-672-13-939 Говорим мы сегодня о том, куда дует модный ветер С нами в студии Симона Шульман Имидж-дизайнер, лектор, обозреватель моды И так далее, и так далее, и так далее Волшебная, прекрасная женщина Не упустите свой шанс, задайте ей вопросы Куда дают модный ветер Для того, чтобы в следующем сезоне быть самым модным на районе Мы закончили на слове «толерантность» Я немножко что смогла прочитала о неделе рижской моды И мне показалось, что очень интересный спектр Потому что, например, была коллекция «Аморали», которая была почти нижнее белье Но на самом деле это платье На самом деле это и была почти что Это прекрасно Была коллекция курортного «Шуйка» Была коллекция винтажная Сергея Хатануйского Была классическая евразийская коллекция Наташи Янсена Был почти спектакль Почти спектакль у модельера Екатерины Шихуриной Была абсолютно феминистическая коллекция Нола То есть фактически все, что происходит в мире И женственность, аморали И то, что как бы там ни одевались Кто бы там ни одевался Все равно будут трюшечки и подвязки в моде Наверное, никуда от этого не деться И то, что проблема Что очень много в отходах попадает одежда И вот отсюда, может быть, это винтажная коллекция Может быть, нам надо из старого что-то переделывать новое И не надо тратиться, изводить природу То есть весь спектр, вплоть до феминизма На маленькой, на небольшой такой площадке Недели Рижской моды он себя показал Значит, все-таки мы подтверждаем Что самые разные направления О чем думает мир Куда двигается мир В политике, в философии В других отраслях знаний Это все отражается на моде Так получилось? Что вам, вас больше всего впечатлило? Получается так И получается еще, знаете, что Вот что мне нравится очень в Рижской неделе моды И вообще в любой другой Что сейчас подиум становится для дизайнера Своеобразной площадкой Чтобы декларировать свое мировоззрение Поделиться какими-то своими взглядами То есть не просто показать Вот это маленькое черное платье Носите вот так или так А показать именно свою какую-то концепцию Да, философию поделиться вот этим видением И, соответственно, те люди Которые будут его единомышленниками Они пойдут за ним Да, то есть вот не случайно Вы перечислили сейчас Настолько много тем Действительно, за 4 дня этой недели моды Столько было мнений Столько было источников вдохновения Потому что, если мы посмотрим У каждого дизайнера он был свой И даже целующиеся невесты скандальные Ну, это хороший способ Привлечь внимание к своей коллекции Мы можем там долго рассуждать Насколько это было уместно Насколько это было правильно Или неправильно Но об этом говорили все Нет, это есть в мире Это есть в мире Нет, то, что в мире это есть Это понятно Вопрос, насколько это была Тема связана с темой феминизма То есть, на мой взгляд Если бы невесты просто вышли вдвоем И не целовались На мой взгляд, эта коллекция Выглядела бы, ну, как-то вот более цельной Но поцелуй он в любом случае Привлек внимание То есть он вызвал ажиотаж А это и нужно было Значит, это была правильно выявленная Пиар-стратегия Однозначно Собственно, они достигли ровно того, что им было нужно Это молод, да? Это молод, да Раньше всегда, каждый раз Любой показ моды Больших домов Это всегда был Один из самых крутейших театральных действий За год Да, то есть, каждый придумывал что-то Кто под землей, кто над водой И так было На неделе Режской моды был целый спектакль У одного из модельеров У него было всего пять моделей Они сначала вышли Это была как капсульная коллекция Да, там был фактический спектакль Потому что вначале они вышли не одетые То есть, в нижнем белье фактически То есть, показали, что они живые Что они женщины А потом уже То есть, это был целый спектакль То есть, человек, он такой, какой есть А в этом фильме про это партия Если кто-то помнит, был такой прекрасный Много-много-много там всего было На самом деле, на неделе Режской моды Очень много чего было действительно Ну, расскажите свои впечатления Ну, нас там не было Мне очень нравится Во-первых, мне очень нравится, что эта неделя моды есть Уже существует там более 15 лет И мы можем только догадываться Какой адский труд стоит за организацией Подобного мероприятия в Латвии И это очень классно, что привлекаются дизайнеры Что привлекается публика Что привлекается внимание к Риге, к Латвии К латвийскому дизайну и так далее И так далее Мне бы очень хотелось видеть еще больше молодых дизайнеров Чтобы это не только были те дизайнеры Которые так составляют нашу латвийскую моду И являются ее лицом Чтобы было больше такой вот Новой крови свежей Которую было бы еще интереснее Посмотреть, наблюдать Мне бы очень хотелось И я думаю, что это тоже, может быть, когда-нибудь возникнет Чтобы в Латвии переняли опыт британцев Которые поступили очень умно И на показы На неделю моды На показы, на которые попасть невозможно без аккредитации Или без пригласительного На часть показов они продавали билеты Для публики То есть любой желающий На определенные показы Это мой следующий вопрос Насколько закрытая индустрия моды сейчас Это всегда была совершенно только для своих Что называется история Любая неделя моды в любой стране В любом городе Это вот, ну, понятно, что нужно было пробираться с боем Брать, вымаливать контрамарочку Там и так далее Ну, потому что иначе там Сотни тысяч желающих Начали бы штурмовать эти малюсенькие подиумы И вместить всех было бы невозможно То есть понятно, что мы не можем уйти от этого И сделать эту моду абсолютно публичной Продавать билеты на нее Так же, как продавали бы там, я не знаю На концерт Леди Гай Да, например Да, это уже перестало быть Это в первую очередь ориентировано, конечно же На журналистов, на байеров На те, кто будет заниматься развитием этой моды в дальнейшем Да, обозревать ее, писать ей Там, закупать коллекции для магазинов Да, публика увидит все то же самое Она увидит это либо онлайн Либо увидит уже в самих бутиках Но идея, сама идея Чуть-чуть приоткрыть эту завесу Чуть-чуть запустить туда публику Мне она очень понравилась И вот я говорю, британцы большие молодцы А насколько легко новому дизайнеру пробиться На такие недели? Подозреваю, что очень нелегко Совсем нелегко То есть как раньше было, так сейчас и осталось В принципе, мало что меняется Я потом поясню, к чему я этот вопрос Во-первых, начнем с самого главного Чтобы показать свою коллекцию на неделе моды На неделе моды должна быть коллекция А коллекция – это не пять вещей Которые будут продаваться у него где-то в маленьком шоуруме Это как минимум хорошие 20-30 вещей Шить их – это, естественно, очень затратно Придумать их, осуществить Это безумное вложение Не все молодые дизайнеры могут себе это позволить К сожалению То есть было бы классно, если бы, конечно, была какая-то возможность Помогать и как-то развивать латвийский дизайн Потому что талантливых молодых дизайнеров в Латвии очень много Скорее всего А вот есть какие-то другие способы Пробиться молодому дизайнеру Не через неделю моды? Ну, есть, конечно, определенно есть Во-первых, другие способы никто не отменял И можно устраивать какие-то свои презентации Можно сотрудничать с другими бутиками Можно, опять же, социальные сети Ну, то есть маленькими шажками там, да Двигаться в сторону своей мечты Наверное Я объясню, почему я задаю этот вопрос Потому что мы сейчас живем в удивительное совершенно время Когда рушатся абсолютно все, как казалось нам, незыблемые столпы То есть мы видим, что телевидение практически уходит в... Интернет В древнее прошлое, да, я имею в виду Даже пусть оно цифровое, какое угодно С телевизором на стене и с пультом И с каналами Будь то центральные, десметровые, какие угодно Никакие премии MTV Awards сейчас не важны новым исполнителям Им просто надо начхать на них Крутейшие сериалы и фильмы снимаются без участия Великих киностудий Сидеть нам против компьютера и читать век То, что я вижу по российским даже музыкантам Я не знаю, как с латвийскими, я думаю, примерно то же самое во всем мире происходит Им не нужны новогодние голубые огоньки И Алла Пугачева с ее рождественскими вечерами Им не нужны никакие премии и так далее Они набирают миллионную аудиторию Вот так вот в Ютьюбе В Ютьюбе набирается сейчас абсолютно все Уже даже там, да, серьезные расследовательские документальные тяжелые фильмы набирают Ну, по-моему, много миллионов просмотров Потому что люди, ну, все, люди живут уже там Туда же уходит реклама Туда же уходит естественная реклама, естественно То есть про глянец мы вообще уже не говорим Который там вообще непонятно на что уже дышит давно Так и коллекции, наверное, могут Вот я про это, да, я, собственно, к этому и веду То есть может ли открыться такая ниша для дизайнеров То есть не через неделю моды, не через эти вот тяжелые перипетии Там, да, с которыми нужно бороться, искать какие-то деньги и так далее Выложил капсулу там, да, пять вещей Ну, в принципе, мы знаем, такие примеры Такие примеры известны Взять того же суперизвестного популярного французского дизайнера Жак Мюнс Да, который начинал именно вот как с продажи в социальных сетях Начинал с создания моделей достаточно скромных Потому что он был ограничен в финансовых средствах Он очень скромные модели, которые там просил знакомых сфотографировать Других знакомых продемонстрировать И это подхватили миллионы, и уже потом появились и недели моды, и там, и показы, и все остальное То есть, конечно, моя подружка Московская, например, тоже так Она начала что-то шить, потом начала это выкладывать в фейсбуке Потом начала просить там своих приятельниц, актрис Это где-то надевать Все, понеслась Сейчас вполне успешный Да, это, в принципе, не связано То есть, неделя моды, она может быть, даже если мы можем ее сравнить с каким-то глянцевым изданием Да, то есть, журналы потихоньку, как бы это прискорбно не звучало В первую очередь, для меня, как человека, для них пишущего Они все равно уходят Да, все равно сейчас люди читают все то же самое в интернете Есть масса онлайн всяких изданий и так далее Но глянец, как культура, да, как дань вот этому, вот этой индустрии Он все равно, на мой взгляд, останется Он никуда не исчезнет Даже вот Алена Долецкая, знаменитый московский редактор «Лого» ранее Она тоже, по ее прогнозам, очень многие вот такие второстепенные издания отомрут Просто как ненужный класс И останутся самые такие знаменитые глянцевые произведения искусства Так же, как, допустим, печатные книги, хорошие издания Мы все равно, как бы мы не читали электронные книги Мы все равно... Ой, ну здесь я буду спорить, потому что, Лена знает У меня в доме невозможно с шагу вступить, везде книжки Они никогда не отомрут У Кюля бумажная библиотека Они никогда не отомрут, потому что куча народа не читает с экрана А я впополам Ну, смотрите, когда глянешься, когда глянешься, как риетет какой-то Как эксклюзив Как эксклюзив, как такая вот действительно данит индустрия Посмотрите даже, какой виплонж постепенно у Лены Шейниной становится Это все крутейшее, круче, круче, круче Это обложка, это то, что в руках подержать Помните, номер с арбузными зернышками Это же... Это да, это уже произведение искусства становится Это уже произведение искусства Просто обычные издания такие вот На скорую руку сделаны Они, конечно, перестанут существовать в скором времени Потому что, ну, за ненадобностью... Перестанут существовать какие-нибудь там вентуры Да, помню, там, Дьявол носит правда Все смотрели Вот И легендарные женщины-редакторы модных журналов Которые диктуют и поведение модных домов Они не перестанут существовать Они все равно Индустрия моды, она так просто не сдастся То есть альтернативный план развития в социальных сетях и в интернете Это все прекрасно Но индустрия моды Все-таки вот такой большой, сильный монстр Который никуда с лица земли не исчезнет И не надо, наверное, ему исчезать Потому что все-таки мода это... Это мода А что у нас сейчас за окном? Какая у нас мода, по-вашему? Говоря про Латвию или говоря вообще? Ну, давайте поговорим и про Латвию, и про вообще Ну, в Латвии у нас, вы сами наблюдаете У нас действительно всегда, как только наступает осень и зима У нас все превращается в такую вот черно-серую массу На самом деле, мне это очень нравится Это соответствует настроению Давайте будем честными Да не знаю, мне нравится такое настроение, если честно И ноябрь тоже один из моих любимых месяцев Я люблю такую погоду Поэтому, ну, это реалии нашим То есть мы можем говорить Вот, не знаю, на юге Италии одеваются намного ярче И жизнерадостнее, и красятся там сильнее Ну, так тоже юг Италии, это совершенно другой типаж людей Совершенно другие настроения Совершенно другая природа Поэтому наша природа, она располагает к такой вот более сдержанной Более такой вот закрытой одежде, которую мы и видим Но, тем не менее, в моде все равно будут яркие вещи Они приходят, мы их видим И они тоже на улицах появляются И радуют глаз, особенно, когда они встречаются на каком-то темном фоне Ну, это в Латвии, а в мире? Ну, вот, то, что я и говорю В мире, действительно, это сейчас тенденция Во-первых, цитаты из 80-х и 70-х Которые мне безумно нравятся Не знаю, 80-е моя любимая эпоха в моде Вот эти вот огромные плечи Это 80-е 80-е? Да, я люблю 70-е А, простите, я не расслышала Да, 70-е намного, они более такие Килле Более романтичные Более, ну, да, 80-е вы просто вспомнили Все самое зудкое Я вспомнила Да, я тоже себя вспомнила Я не хочу это вспоминать Я тоже не хочу Фотографии, наверное, надо там порвать и уничтожить Слава богу, тогда не было интернета А давайте послушаем дозвонившихся Алло, здравствуйте, вы в эфире Добрый вечер Добрый Вот, а я считаю, например, что это очень плохо Что в Латвии действительно Женщина одевается очень серо Вот осень Осень и так грустная Так сказать, время года Если бы одевались поярче То как бы и веселее А так на самом деле Все черным, серым И молодые девушки даже Ну вот все с головы дано к черным Ну, я считаю, что это нехорошо А у вас какого цвета верхняя одежда? У меня разные как бы есть Есть и типа цвета хаки Ну, черного мне как бы, я скажу, мало Я сейчас уже черного Ну, я никогда не увлекалась черным Мне в молодости вообще нравилось поярче Но сейчас уже, учитывая мой возраст Тоже, чтобы, ну, слишком ярко Тоже как-то, может, люди не поймут, да? Поймут, поймут А я вам обещаю, что я завтра Одену ярко-ярко-синее пальто С ярко-ярко-синим шарфом Нет, ну, просто всегда мне что-то Хоть одно, что-то яркое есть, да? Не из головы до ног яркое Но что-то яркое, что посвежало Спасибо большое за то, что раскрашиваете нашу жизнь Нет, я-то очень люблю яркие цвета Но я, видимо, от них устала за свою жизнь И мне в Латвии тоже иногда хочется одеться помягче Ну, вот я уже наносилась мягкого И честно, честное слово Завтра одену ярко-ярко-синее Ну, по настроению это же все Настроение зависит А я вот скажу, что Если у меня открыть гардероб То у меня там, конечно, все черное С неким количеством белых рубашек Вот И я помню, навсегда запомнила Одну фразу своей Более старшей подруге Сказанную мне лет 25 назад Которая Смотри, слушай, что все время черное носишь? Я говорю, ну, нравится Ну, как-то, не знаю, мое Он говорит, слушай, ну, пока молодая Ну, поноси яркое Ну, вот так вот Какие-то стереотипы В общем, не вызвало это у меня Я как раз совсем не ношу черное Не одеваю и не люблю И мне это не идет, я считаю Вот совсем У меня черных вещей нет Не надо Но интеллигентный серый, разнерадостный, бежевый, латышский Меня за последнее время заразил Ну, вот сейчас уже начинаю снова взращаться Они настолько многогранные, эти оттенки Они действительно, они настолько глубокие Они настолько интересные Они такие непростые Вот если мы будем 50 оттенков серого возьмем, да Это действительно можно составить Такой потрясающе интересный ансамбль Только вот из этих невзрачных, на первый взгляд, оттенков Они не так простые Они очень красивые А почему дизайнеры так боятся Ну, я имею в виду вообще общемировые Каких-то ярких цветов Действительно, ведь очень много лет уже не было Ничего яркого Да нет, никто не боится, на самом деле Очень много яркого на подиумах Очень-пре-очень-пре-очень Ну, тогда странно, что масс-маркет это не поддерживает Почему? Ну, не знаю, почему А мне кажется, сейчас как раз в H&M В прошлом году было очень много красных вещей Очень много ярких вещей, очень много пестрых вещей Нет, я не согласна То есть действительно можно найти Был, конечно, какой-то, бывают периоды, когда заходишь И там все вот одной такой вот блеклой гаммы Но сейчас это совершенно не так Ну, как будто мы с вами в разные магазины ходим Может быть, мы в разные действительно ходим Может, мы разное видим Сила А мы с вами воспринимаем то, что для нас там Глаза яркая Да, видимо, у меня что-то как-то Прочистить нужны глаза Хорошо Тогда мы поговорим про то, куда дует этот ветер Вот как вы думаете, что нас самое интересное может ждать В какой-то более близкой перспективе? Ну, вот говоря про эти прорывы, которые все ждут, потому что действительно уже устали топтаться на месте И устали бесконечно То одно процитируют, то другое Один какой-то период истории посмотрят, то на другой Ну, вот мы стоим на пороге каких-то открытий Пока еще никто не знает каких Тут очень я люблю тоже собирать эти версии А что может такого кардинально в моде измениться Чтобы это действительно было как новое слово Да, ну, может быть, это будет одежда, которая будет проецироваться на нас То есть мы будем выходить просто в каком-то там белом чехле Да, включать там, я не знаю, что-то у себя на голове И одежда будет проецироваться там по нашему желанию Такая, какую мы хотим Я не знаю, тут очень сложно 3D принтер у каждого дома Взял себе быстренько пластик Быстренько сшил Да И пошел И пошел Ну, вот что-то такое Не состряпал, значит, будут все равно какие-то ведущие, которые будут говорить Лучше стряпают Которые будут нам советовать Не, ну подожди, ну у нас же была Бурда Моден Ну, берешь Бурду Моден Засунул в 3D принтер Состряпал себе в синее яркое пальто и пошел Настроение неделька Вот так Ну, вот что-то такое, да А мне кажется, что это должно быть что-то совершенно прорывное В том смысле, что у нас кризис пере... Как это называется, Лен, правильно? Перенасыщение Перепотребление Перепотребление, да Есть, есть, я по себе чувствую Абсолютно Кризис перепотребления То есть вроде бы Отлично Вроде бы и хочется чего-то новенького А потом так посмотришь в свой шкаф, думаешь, боже мой Потому что это очень радостное явление Оно называется осознанное потребление Да, да, да Действительно стали задумываться А зачем мне эта вещь нужна? А что я с ней буду делать? Я тоже ловлю себя на мысль, что вот я прихожу в магазин Я понимаю, мне ничего не надо У меня все есть Ну, то есть как бы чувство, что тебе что-то надо Осталось А голова говорит не а Не надо Что ты делаешь? Иди съешь пирожок У всех одинаково У всех одинаково Потому что мы действительно постоянно говорим об этом Мы видим, к чему приводят вот эти вот постоянные покупки Да Я думала, я заболела Нет, все хорошо Я здорово Если даже не говорить об экологии О том, насколько Потом эти коллекции магазинов Огромнейшие истоки Как их уничтожают Как их сжигают И что с ними вообще дальше происходит Вот это же вообще отвратительная история Абсолютно Я согласна Которая сейчас борется вроде бы Ну вот с этим действительно надо бороться Потому что невозможно Ну возьмите, хорошо Отдайте тем же самым беженцам сирийским Вместе с вами У меня это тоже загадка Почему это нужно уничтожать Ну это примерно так же, как в России давят санкционный продукт Это ужасно Вместо того, чтобы отдать Да, давят идеологически А здесь давят для того, чтобы что? У меня нет ответа Почему это происходит? Чтобы твою Шанель не насели Ну даже не Шанель Но когда заходишь в магазин Ты видишь огромнейший кронштейн с вещами И он ломится от этих вещей И невозможно даже вытащить вешалку Потому что они настолько плотно друг к другу повешены Эти вещи Ты понимаешь, что тут могло бы быть все то же самое Только раз в 30, а то и в 50 меньше Вот этих вещей Не нужно такое количество людям Я, знаете, здесь печалюсь Потому что я хожу в магазин Говорю, я хочу латвийское платье Я хочу местного дизайнера Он говорит, а нету Вы не в те магазины заходите Я уже нашла Давайте послушаем звоночек Алло, здравствуйте Алло Алло Нет, не послушаем Возвращаемся Друг к другу Ну потому что Сейчас исчезают Какие-то такие чудесные бренды Латвийские Которые Которые в общем выжили После Советского Союза Это трикотаж Прекрасные Это шерстяные вещи И вот они сейчас исчезают Я их так любила Ну подожди Ну это же естественное течение вещей Да И что-то исчезает Появляется Они исчезают Значит пришло их время исчезнуть Они исчезают Не потому что они были такие прекрасные И всех любили И массово покупали Значит была причина им исчезнуть Понятно что им очень тяжело выживать Но все равно Это нельзя сказать что Невозможно найти какого-то местного производителя С прекрасными местными вещами Можно и более того Ну нахожу Нахожу Но с трудом Ну вообще А как вы оцениваете Симон Вообще Местный рынок дизайнерский Он Насколько Широк Насколько многообразен Да Потому что например сейчас Там я Достаточно часто бываю в Грузии Там прям всплеск Грузинских дизайнеров Они страшно интересные Прямо Там Заходишь Реально Хочется Все Правда все черное В основном Но это нормально Это традиция Все таки Вот как в Латвии В Латвии мне кажется Есть тоже очень много дизайнеров Очень много талантливейших дизайнеров Причем я говорила еще С иностранными дизайнерами Которые приезжали сюда В гости Или Просто посмотреть И делились своими впечатлениями И говорили Насколько у нас Высокая техника Кроя И шитья А где Где они отшивают Свои коллекции А где отшивают Ну кто где У всех есть Какие-то свои Секреты Портные В смысле здесь отшивают Или там в условной Беларуси Нет Почти все отшивают Здесь У кого-то есть Может быть Какой-то свой цех Ну кто посильнее Кто более Уже заявил о себе Кто-то Кто Только начинает Находит Каких-то единомышленниц Швей Которые Ну Вообще Все меньше и меньше Становится Швей хороших Совершенно верно К сожалению Так это мне кажется Как раз таки проблема Вообще всей страны Что все меньше и меньше Специалистов становится Потому что Ну вообще Страшно Да Какую сферу мы не говорили Потому что Ну чтобы эти швей появились Попробуй с найти сантехникой Пойди Ну вот Должна быть соответственно Какая-то база И школа Да Сильная школа Где их будут обучать Кто сейчас пойдет учиться А здесь есть такие вообще школы? Есть Насколько я знаю Есть А школа дизайна Есть? Ну есть наша Академия художеств Не знаю Не ну там Я имею в виду Дизайны Именно Как сказать Одежды Дизайн одежды Отделение дизайна моды У нас в Академии художеств есть Ну сейчас Скоро уже Через месяц Посмотрим Что они выставят На свою предрождественскую Это Отделение живописи И графики Не только Не только Не только Там будут Там будут уже выставляют Там все есть Все есть И украшения Да Я очень люблю А я еще обожаю Рынок Калнцема Где очень часто По субботам Привозят какие-то Там чудесные Страшные чудесные Платьишки Вот кстати Ты хотела Латышское платьишко Не только Калнцема Там вот На ВЭФе Тоже проходят Такие базарчики Где куда приезжают Не была никогда Дизайнеры Я вам все расскажу Потом Спасибо Хорошо На следующий раз Нам обязательно Это все расскажете Потому что Есть буквально Одно Две секунды У вас Для того Чтобы сказать Что Латвийский Дизайнерская мод Жива Жива конечно Слава богу Жива и будет жить И будет жить Большое спасибо Симону Шульман Имидж-дизайнер Лектор-обозреватель мод Елена Лукьянова Кюля Писпанин Спасибо что были с нами На радио Болтком Ведите себя плохо Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому